Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live, и я продолжаю изучать уральские комментарии. Ребят, всё больше и больше я поражаюсь хомякам, которые не знают, как отстоять свою любимую кумиршу. Смотрите, чё уралочки написали по поводу голубики, которую она напрочь убила. Ребята, вы хотя бы почитали, как сажать голубику высокую? Я не хочу учить, но голубика очень любит кислые почвы. И почитайте, пожалуйста, перед тем, как сажать. И ещё одну не сажают. Надо учиться, учиться и ещё раз учиться. Ребят, чем плох комментарий? Ну, скажите, и пожалуйста, и почитайте, посоветовала. Она не давала ярких каких-то таких советов, как и что нужно делать. Предложила почитать. Дальше, опять же, советы. Ещё нужен дренаж в виде щепы, шишек, хвои. Не любит застой воды. Дальше началось. Страна советов. Сами они разберутся. Так это, конечно же, разберутся сами. Да так разберутся, что всё засохнет. Дальше. Да разобрались уже. Люди правильно подсказывают. То есть это идёт уже защита, да, комментатора. Советы тоже хороши. Это неплохо. Я не считаю это плохо, если человек совет дал и подсказал. Я сама иногда спрашиваю, если надо. Это всё же идут ответы к комментарию. Дальше. Оля, вы загубите голубику. Считайте, что уже загубили. Дренаж из веток сосны, шишки и иглы сосновые, плюс кислый торф. Иначе погибнет. Они читать инструкции и слушать никого не хотят. Это действительно так, ребят. Только вспомните культиватор. Кстати, который куда-то улетучился. И, наверное, да, у родственников сейчас есть новая отмазка. Всем купили. Купили всем. И сейчас он просто в работе. И вот никак, никак не освободится, чтобы сафарик вновь принялся культивировать колёсами кверху. Дальше, ребят, тоже, похоже, инструкции читать не любишь. Читаешь только комментарий. Загубили однозначно. А дальше, ребят, послушайте, какой комментарий оставили комментатору. Самое главное – дать добрый совет. И, естественно, человек прислушается. А если делать из себя агронома и садовода с язвительными советами, то это просто превозвысить себя на фоне их. Ребята, вы молодцы. Всё у вас хорошо и хорошего вам урожая. Ребят, представьте, комментарий какой был? Вы хотя бы почитали, как сажать? Пожалуйста, прочитайте. В каком, интересно, месте человек пытается из себя сделать агронома? Здесь предлагают почитать, как правильно высаживать голубику. А приплели, слушайте, уже и язвы какие-то. Просто трындец. Я говорю, хомяки сходят каждый день с ума по-своему. Что ни глянь, то они готовы там закидать камнями, тапками и сапогами сафарика и уралочку, то, слушайте, они сходят с ума, чтобы оправдать и обелить эту парочку. Дальше, ребят, каждый суслик – агроном. И то не так, и это не так. Так вот, действительно, уралочка таки заделалась таким крутым сусликом и постоянно хочет показать, какой же она агроном. Теперь вы понимаете, почему она не пиарит Надю? Хотя она её подруга. Потому что есть с чем сравнить. Посмотрите на уралку, на её грядки и посмотрите на Надежду. Какая у неё чистота, какая у неё красота. Поэтому она и боится зацепить именно садовый влог как рекламу, чтобы прорекламировать свою подругу и прорекламировать её канал. То, что она там сказала, Надя, садовый влог – всё это ерунда. Вы посмотрите, зиги, как они постоянно пиарят. И главное, что зиговальщики, посмотрите, как пляшут на уралочке. Они в каждом своём видеоролике пишут «Ольга Уралочка». Хотя никакой Ольги Уралочки там у них и в помине нет. И ничего не про Уралочку-то и не говорят. Это, получается, хитрожопят и хайпуют. Ну и дальше пишут, что время покажет, загубили или нет. Ну и, конечно же, ответ. Время, конечно, покажет. И у меня оно мне быстренько показало. Через дней десять так же примерно высадила. Поэтому и написала, чтобы успели исправить. Вот что плохого? Человек столкнулся с проблемой и решил подсказать, что ещё можно что-то поправить и правильно высадить голубику. Ребят, вот что плохого? Ну я же говорю, здесь дурка дуркой погоняет. И уже не знают, что писать, чтобы выгородить свою помоечную блохерицу, которая возомнила себя прям таким садоводом, таким огородником, что аж косынку, ой, хотела сказать, хустку, ну нехай будя хустка по-белорусски, на голову нацепила, якобы от любимой свекрови. И думает, от этого она стала лучше соображать во всех этих огородних делах и, наверное, ещё и выглядеть. Ой, короче, ребят, я не могу. Дальше пишут. Я предлагала перед посадкой почитать в интернете. А они либо не читают, либо игнорируют. Ну и я дальше упрёк. А вы тоже, как Оля с Сарафаном, всё делаете. И к умным советам не прислушиваетесь, и инструкции не читаете. Вот понимаете, уралке что-то посоветовать дельное просто элементарно невозможно, потому что бросаются, как собаки, в штыки. И вот зачем ей нужны какие-то советы? Да пусть чё хочет, то и делает. Пусть как хочет, так и высаживает эти свои растишки. Голубику, клубнику, огурцы, помидоры доплевать. Загорит, сгниёт. Это уж её дела. Чем больше комментариев ей напишите, добрых, дельных, советами, и тем больше она за ваши комментарии подымет рейтинг своего канала. Но она никогда к ним не прислушается. Это ещё та штучка. И, кстати, комментарий с моего канала. Алекс написала, я даже увидела, кто написал. Да, правда, когда хотела ответить, опять-таки и юзер-юзер. Значит, девочки, как она злилась насчёт курей. Прям пар от бабушки валил. Всё, говорит, убирай рамы с грядки. Сама садить буду. Я тут представляю, как они дома ругаются, когда он на контент приходит. Она стерва оказывается, хоть и рыдает потом. Плетью об ухо не перешибёшь, Саф Иванов. А вот таджички те, да, покорные. Глаз не подымают, слово поперёк не скажут. Терпи, Сафа, терпи, наследство себе облагораживаешь. Вот и правда, ребят, то, что они ругаются, это сто процентов. И то, что материт он её, а она потом рыдает. Достаточно вспомнить этот ремонт на кухне. Видеоролик настолько старинный, и уже тогда он матыгнул. Плевал он на неё, материт он её, конечно же. И рыдает она потом, и выходит вся зарёванная, заплаканная в видеороликах. И он на неё со злобой поглядывает, дабы не совсем заметно было, что она зарёванная. И дабы улыбалась она на камеру, и не пришлось всё дело переснимать. Так что, ребят, вот пусть мне настолько фиолетово орёт он на неё, не орёт. Понятное дело, что они грызутся, да. И, возможно, сафарику это вообще непривычно. Потому что и правда, таджичка-то, конечно, поперёк ничего не скажет. Она глаза в пол, и всё, как муж сказал, так и будет. А это же нет! Это же тысячу слов в ответ скажет. А потом Люлий получит и рыдает. Ребят, я даже не удивлюсь, что он и руку на неё поднимает. Нет, я, конечно, не утверждаю. Это сейчас скажет. Вишня сказала, что сафар лупит Уралочку. Да нет, Вишня ничего не сказала. Вишня не удивится ни на грамм, если такому место есть. Так что Уралочка, как говорила, что она ещё та штучка. Но сафарик мало от неё отходит. И если у него есть такая идея с курицами, то, мне кажется, он всё равно добьётся то, что хочет он. Вот не знаю, ребят. Я прям про этих куриц уже сколько слышу. Уралка протестует, а сафарику нужны куры. Ну, правильно. У них же семья большая. Кормить нужно. А куры как раз-таки выгодно. И яйца. Да и мясо тоже. Хоть Уралочка говорит, что, ой, как же птицу убивать. И я тебя умоляю, Уралочка. У тебя для этого есть сафарик. Он только боится глаза рыбы и боится казанову. А куриц, походу, он не боится. Сафарику, мне кажется, нужны эти курицы не только мясом и яйцами, чтобы кого-то привязать к даче. Допустим, Уралочку. Ну, как оставить хозяйство без присмотра? Почему бы нет? Ну, или, в принципе, себя привязать тоже на даче. А Уралочку отправить, значит, в город ночевать. Всё же, всё же не постоянно рядом с Уралкой. Ну, либо жену поселить на даче. А почему бы нет? Кстати, ребят, мне вот кажется, что зачастили они в Екатеринбург, потому что в Екатеринбурге у них открыт магазин, да, где сафарик торгует тряпками, потому что зарегистрирован в Екатеринбурге, да. И, возможно, жёнушка вообще работает и торгует шмотками. Всё может быть. Но это, опять же, ребят, не утверждение, а просто мои мысли. А то потом находятся те, которые говорят, «Ох, и фантазёрка Вишня, ну а чё, почему бы не пофантазировать?» Уралочка вон у нас сказки читала, а Вишенка просто делится своими мыслями. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. Каждый вправе думать по-своему, потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному. И это нормально. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения, прекрасного всем настроения, позитивных эмоций, мирного неба над головой, любви, добра, понимания и, конечно же, здоровья. Берегите себя, берегите своих близких. Ну а я вас обнимаю. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok